Всем привет! Мы в преддверии Пасхи и сегодня я буду печь традиционные тосканские куличи. Хотя итальянским куличом считается кулумба, но у каждого региона, я бы даже сказала, у некоторых городов есть свой тип кулича. И сегодня я буду печь именно тосканские. Ну что, ребята, приступим. Девочки, вот это выпечка, сложная выпечка, так скажем, панетоны, кулумбы, и скетчаты, вот эти вот все праздничные выпечки, сдобные. Много очень ингредиентов, поэтому мы с вами сейчас будем работать поэтапно, чтобы мне не выставлять, потому что я заставлю стол и вы потом запутаетесь. Будем делать прям поэтапно. Начнем сейчас с опары и уже потом продолжим с тестом. Потом уже смотрите ингредиенты, которые понадобятся. Кому надо сразу, вы перемотайте, посмотрите. То есть, чтобы не запутаться, я делаю сейчас две порции, потому что, чтобы выпечь сразу в одной духовке две. И вы не смотрите на мои объемы, потому что они двойные, но я вам буду говорить на одну порцию, то есть на одну скетчату, на один кулич. Итак, приступим. Понадобится нам мука, это у нас левитина опара. Мука сильная, мука манитоба, то есть это где-то 13-14 грамм протеинов идет в муке. То есть мука сильная. Обратите внимание, далее будем ее использовать также в тесте, мешать с простой. То есть 100 грамм манитобы, чайная ложечка сахара, 25 грамм дрожжей. То есть она у нас где-то будет на 600 грамм муки использоваться. Много, кажется много, но не страшно в этом случае. На панеттоне идет много дрожжей. Панеттоны, куличи, то есть я здесь обобщаю, как план выпечки, не обращайте внимания. То есть его не будет чувствоваться, потому что тесто насыщено ингредиентами, тяжелыми, жирами и сахаром. Поэтому все оно выработается и не будет чувствоваться. Молоко. Молоко нам надо 125 миллилитров. То есть не смотрите, опять у меня двойной. И приступим. Молоко смешиваю с дрожжами сейчас, добавляю ложечку сахара. И потом буду добавлять муку. И да, сразу уточню по поводу дрожжей. 25 грамм свежих дрожжей. То есть это у меня целый кубик. То есть в моем случае два. Двеная порция, помните. Разводим дрожжи сначала в небольшом количестве молока. Так их будет проще развести. И потом уже постепенно добавляем молоко. И сахар. Могу положить сразу сахар. Чтобы не забыть, друг. Одна чайная ложечка. И смотрите на меня, у меня двойная порция. Добавляем, просеиваем муку. И потом это все перемешиваем. И так, девчата, опару я перемешала. Потребовалось времени, потому что комочки образуются. Сразу ничего страшного. Перемешиваем до растворения этих комков. Так, сейчас это накрываем пленочкой. И ставим в теплое место подходить. Ну, я ставлю в духовку со включенным светом. Чуть-чуть я прогреваю сначала и ставлю внутрь. Можно поставить там какую-то емкость с горячей водой. Но я оставляю свет включенным. И все. Этого тепла, цвета достаточно. И не расслабляемся. Не расслабляемся, потому что подойдет быстро. Большое количество дрожжей там. И у меня подойдет до бортика. Поэтому заранее берите емкость большую. Потому что хорошо увеличивается во время пары. Я говорю, девочки, много. Но вещи важные, нужные. Кто хочет научиться. Кто хочет сделать спокойно эту выпечку. Поэтому извиняйте. Извиняйте, но вот так. Необходима эта информация. Все. Ставим на подъем. И тем временем готовим сразу ингредиенты для теста. Поехали с ингредиентами. Стол заставлен, конечно. Ничего не понятно, но будем разбираться. Итак, начнем с муки. Здесь у меня, я говорю на всю вашу порцию, 250 грамм муки обычной, простой высшего сорта. И 250 грамм муки манитоба. Мука обычная. Два нуля у нас здесь она идет. И манитоба. Мука сильная. Я уже все перемешала здесь. Далее. Сахар. 190 грамм сахара. Тут понятно. Два яйца. На всю вашу порцию. 15 грамм семян аниса. Вот обычный такой анис. 100 грамм сливочного масла. То есть комнатной температуры. Размягченная. Чуть потаявшего. Ничуть, а хорошо потаявшего. 2 чайные ложки меда. Цедра одного апельсина. 3 щепотки соли. С этим понятно. И нам понадобится оливковое масло. 15 миллилитров. То есть столовая ложка масла. И самое интересное. Понадобится 50 миллилитров винсанто. Винсанто это наше классическое, традиционное, тосканское креплённое вино. То есть объясняю, что это такое. То есть и вино креплённое, сладкое, сделано из изюма. Не с винограда, а с подсушенного винограда с изюма. То есть оно крепкое и очень сладкое. Ликёр практически. И 50 миллилитров вот такой вот вещи. Это ликёр. Мятный ликёр. Сладкий мятный ликёр. 50 миллилитров того и сего. У кого нету, либо кто не хочет добавлять такие вещи, можете заменить апельсиновым соком. Так. И всё по ингредиентам. Да? То есть сейчас мы, когда готова наша опара, мы приступим к тесту. И будем класть в тесто половину всех ингредиентов, что у нас здесь есть. С этим понятно, думаю. Девочки, что делаю сразу. Анис. Заливаю винсанто. Вот этим вот креплённым ликёром вином. Чтобы он настоялся. Чтобы он вобрал вкус и запах. Поделилась. Там перемешались все наши ароматы. Господи, это уже пахнет. Очень классно, я вам скажу. Девочки, нюанс, да? Рецепт классический, традиционный. Но я по своему вкусу, по вкусу моей семьи, чуть-чуть изменила количество ингредиентов. То есть добавила соль, добавила сахар. Потому что он выходил нейтральный. То есть ему не хватало ни сладости, ни соли, вот этого баланса вкуса. Поэтому я увеличила. То есть вот такой вот мой нюанс. И вот как раз заливка. Вот это тоже моё новшество. То есть можете класть по отдельности. Но я вам рекомендую вот так всё-таки. Вот сняла, девочки, вам ингредиенты. Смотрите, у меня уже готова пара. Всё хорошо работает. Видно, как поднялась. Как я и говорила до бортиков. Сейчас мы в чашу миксера. А здесь я вам рекомендую именно использовать тесто-мес, либо планетарный миксер. Потому что тесто достаточно влажное руками. И неудобно, и неприятно. Поэтому тут у нас лучше использоваться средствами механизированными, так сказать, для удобства. Тут не надо, в отличие от пометоны, вымеса прям до глютенового окна. Поэтому, в принципе, руками можете справиться. Единственное, что да, будет сложно и неудобно. Сейчас левитину, левитину пара перекладываем в чашу миксера. Посмотрите, какая красота. Ох! Вам плохо видно, потому что я далеко. И будем добавлять половину наших ингредиентов. То есть, в моём случае, всё. В двойной порции. У вас половина, но подождите пока с маслом. Добавляю сахар. Я высыпаю весь, повторяю. У вас должно уйти половина. Добавляю яйца. Добавляю мёд. Вот так вот это всё. Так, далее. Добавляю наши семена. Свинсанту. И розолио-демеито. То есть, наш мятный ликёр. Добавляю мятный ликёр. И добавляю столовую ложку оливкового масла. Ой, девочки, какой запах от этого всего, особенно от ликёра. Добавляю ложку оливкового масла. И цедру апельсина. Ну, пока половину я добавлю. Потому что я сразу сделаю два. Сейчас я это перемешиваю. Обратите внимание, соль я не добавила. Соль мы будем добавлять на втором этапе. И потом масло будем добавлять. Вот это всё, что есть. Сейчас я перемешу. Потом будем добавлять муку. Итак, включаю. Пусть это пока разойдётся всё. До более-менее состояния равномерного. Вот так достаточно. И добавляю муку. Просеиваю. Добавила муку. И замешиваю, чтобы это всё до равномерного состояния смешалось. Итак, пять минут замеса прошли. Всё хорошо перемешалось. Теперь по кусочку, прям по кусочку, по небольшому кусочку добавляем сливочное масло. Добавили, размешали до соединения. И так пока всё не войдёт. После чего до полного соединения промешаем. И готово. Итак, первая часть марлезонского болита у нас закончена. Смотрите, что у нас получилось. Вот такое тесто. И сейчас я вам покажу консистенцию. Чтобы вы видели, какое оно. То есть не должно быть сильно жидким, но и сильно густым. То есть вот оно у нас, правильная консистенция. Если у вас жижи, я что скажу. На второй замес меньше жидкости. Меньше сока, ликёра добавите. Чтобы вот такое было. То есть если мука сильно, всё правильно, по протеинам, как у меня. То есть вот такое оно получится. Правильно. И теперь вот это тесто прямо в чашке мы оставляем подниматься. Пока не увеличится в два раза. То есть накрываем плёночкой и в тёплое место. И встретимся потом, когда будет готово тесто. Так, ребята, тесто подошло. Увеличилось вдвое у меня. Такое вот оно пышненькое. И сейчас идём добавлять оставшиеся ингредиенты. Вторая часть всех ингредиентов. И не забудем в этот раз добавить соль в конце. Процедура точно такая же, как в первый раз мы с вами делали. Я уже показывать не буду. То же самое. То же самое в конце масла и соль. Поехали. Процесс идёт. Добавила муку. Все ингредиенты. Сейчас соль и масло потом. Вот такая вот консистенция. Готовое тесто перекладываем на присыпанный мукой стол. И сейчас сделаем несколько сложений. Подкатаем. И уберём на расстойку. Видите, какое тесто у меня хорошо всё-таки вымесилось. Тесто, оно всё-таки аппарат серьёзно у меня. Подкатываю шар. И наш заключительный этап. Чашку. Тесто у нас подошло. Увеличилось вдвое. На этот раз ему понадобилось прилично времени. И сейчас сделаем с вами быстро формовку. Присыпаем слегка мукой нашу рабочую поверхность. И выкладываем тесто. Не пугайтесь, у меня тут помощник не помогает. Как без него. Присобираем тесто в шар. То есть округляем его. Вот таким вот образом. Потом переворачиваем и подкатываем аккуратненько, чтобы оно сверху не порвалось. Здесь равномерно круглый шарик. И нам понадобится форма для выпечки. У меня нету бумажной, хотя можно большую бумажную использовать. У меня вот такая вот алюминиевая. С шириной диаметром 20 см и высота 10 см. На мой взгляд оптимально. Естественно смазываем его маслом. И сейчас прикладываем тесто и ставим на растойку. Тесто должно дойти практически до бортиков. Вот таким вот образом, как у меня. Практически готово. Сейчас будем уже выпекать. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, на 1 час где-то. Но смотрите, если будет сильно верх румянится, накрываем его фольгой. И потом готовность проверяем шпажечкой. Ну что, прошел ровно час. Посмотрим, что у нас тут получилось. Ох, какие высокие. Красивые, румяные, в меру все. Все буду вынимать. Дала постоять чуть-чуть и перевернула. Такая нежненькая, видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова